Родной язык и литература 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 от мировидения художника, все эти образы, они, ну не скажешь, что они выполнены в реалистической манере, они шаржированы, да? Но ведь если подумать, то и сам Гоголь, его интонации, они как раз показывают большую иронию автора по отношению к тому, что он изображает. Причем только, может быть, в лирических отступлениях он более или менее серьезен, да? Все остальное, оно иногда идет вот в этом шаржированном, даже гротескном каком-то варианте. И вот этот дух гоголевский, он очень хорошо уловлен, на мой взгляд. Можно, конечно, спорить, вот так ли выглядел настрев, так ли выглядел коробочка. Яркие персонажи, созданные Гоголем словесно, с помощью родного языка Сергей Алимов воплотил посредством других методов. Без Алимова уже невозможно представить Гоголя в нашем представлении. Потому что мы знали там Баклеевского, других иллюстраторов, но Алимов создал настолько свой образный мир, вот Гоголевский, он всю жизнь этим занимается, что вот без его образов уже Гоголя мы себе представить почти не можем. И вот именно то, что он занимался и мультипликацией, и театром, и кино, позволило ему создать свой особый какой-то стиль. Мы ведь узнаем его вещи и в других вещах. Например, самое раннее, с чем мы с детства сталкиваемся, каникулы Бонифация. Не случившийся так мультфильм готовился по Булгакову, мастера Маргарита. Он тоже автор иллюстрации, сюжетов к нему. Вы знаете, дело в том, что Сергей Александрович, несмотря на то, что он заканчивал ЛОВГИК, и первые работы были связаны очень успешно и с мультипликацией, параллельно с самых своих вот юных лет занимался Гоголем. Это его любимая тема. Первая книга вышла приблизительно сразу после каникулы Бонифация. Он сделал книгу, где было около 20 рисунков. И это был Гоголь, это были «Мёртвые души». Вообще Гоголь – это его любимая тема, это то, что ему очень близко. И уже с этой темой он не расстаётся всю свою творческую жизнь. А про Баклевского, как вы знаете, всегда все говорят, кто лучше всего иллюстрировал Гоголя. В 19 веке это был Баклевский. И без ложной скромности все говорят то же самое, что... А следующий был Сергей Александрович Алимов, который... Ну, как вы считаете, что он всё-таки художник 20 века. Хотя эти работы и эта техника, шелкография, это же он делал сейчас, уже в 21 веке. И намного расширил тему и сделал уже не 20, а 40 произведений. Герои Гоголя не были для Баклевского выдуманными книжными персонажами. Он долгие годы жил в Рязанской губернии и легко узнавал в чиновниках и помещиках города Н, хорошо известные ему нравы русской провинции. К портретам персонажей «Мёртвых душ» Баклевский приступил, по-видимому, в середине 50-х годов, когда началось его сближение с Кружком Островского. Публикация гоголевских типов из «Мёртвых душ» началась с 1875 года в журнале «Пчела». В 1882 году впервые появился в печати альбом гоголевских типов в рисунках художника Баклевского. Иллюстрированию Гоголя художник посвятил всю свою жизнь. Имя этого человека, этого художника для рязанцев очень дорого. Ещё и потому, что он представляет в своих иллюстрациях, в частности, к поэме Гоголя «Мёртвые души», целый срез рязанской помещичьей жизни середины 19 века. Сам художник писал о изображаемых их литературных персонажах, о том, что я жил среди них. Баклевский полностью отказывается от воспроизведения бытовых деталей и обстановки. Его главная задача – передать интеллектуальную скудность, нравственное убожество гоголевских типов. Поэтому художник ограничивается только портретами героев, концентрирует внимание на изображении их лиц. Его заслуга в книжной иллюстрации русской ещё в том, что он создал, пожалуй, первый и единственный портрет литературного героя. То есть литературные персонажи в его работах пристают как реально существовавшие живые люди. И, конечно, во многом этими прообразами служили ему рязанские помещики. Сам Пётр Михайлович Баклевский был чиновником. Он служил в Пронском уезде Рязанской губернии после окончания Московского университета. И быт, и жизнь чиновников были ему хорошо известны. И известны были и различные моменты из взаимоотношений помещиков и крестьян. Не всегда идиллические. В многочисленных портретах Чичикова Баклевский сумел передать и мягкую вкратчивость Павла Ивановича, и твёрдость его характера, скрытого под этой кажущейся мягкостью. Круглое лицо, цветущие щёки, полный подбородок, волосы гладко и аккуратно зачёсанные, почтенные лысеющие височки, говорят о степенности благонамеренного человека. Плавные круглые линии овала лица Павла Ивановича находятся в контрасте с острыми косыми штрихами, резко вычёрчивающими хищный нос, тонкие брови, хитрые глаза Чичикова. На губах херсонского помещика застыла заученная любезная улыбка. Так художник создаёт образ осторожного хищника, человека, ведущего двойную игру. В популярной телепередаче «Что, где, когда» знатокам был задан вопрос. Какой музыкальный инструмент ведёт партию Чичикова в опере «Родиона Щедрина. Мёртвые души»? Тему Собакевича ведёт контрабас. Манилова – флейта. А что же Павел Иванович Чичиков? Главный герой поэмы, самый сложный из всех её характеров. У Чичикова нет своего инструмента. Оказывается, его музыкальный образ создаётся с помощью инструментов, сопровождающих партии других персонажей, с которыми встречается главный герой. Не правда ли? Странно. Такой яркий, запоминающийся характер, а должен обходиться чужими инструментами. Между тем, всё это соответствует тексту поэмы. С помощью подобного музыкального решения композитору удалось передать, может быть, главную особенность гоголевского персонажа. Его подвижность, вечную изменяемость, поразительную способность приноравливаться к людям и обстоятельствам. Вот автор рассказывает о визитах Чичикова к главным лицам губернского города Энн. О чём бы ни был разговор, он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе? Он говорил о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках? И здесь он сообщал очень детальные замечания. Говорили ли о добродетели? И о добродетели рассуждал он. Очень хорошо. Даже со слезами на глазах. Это аналог всего происходящего в поэме. В разыгранном маленьком спектакле у Чичикова нет не только собственного голоса, но и своей интонации. Однако он безошибочно угадывает и подхватывает голос и интонацию собеседника, доводя его до верхних нот. Вместе с тем, никто из героев не может похвастать такой широтой диапазона. И столь виртуозной способностью легко переходить с одного голоса на другой. Да и внешний вид этого персонажа – как бы сама текучесть и неуловимость. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст и не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар. Однако ж, и не так, чтобы слишком молод. Я помню их, я помню совершенно таких. Я их встречал в то время в массе кругом. Это не карикатуры, нет, это живые люди. Теперь вы их не встретите, и вам они кажутся искусственными. Но я их знал, я их видел, я жил среди них, говорил Баклевский. То же самое спустя полтора века говорит и Сергей Алимов. Вообще к Гоголю я относился не только мертвым душем. Я иллюстрировал и «Ревизоры», я иллюстрировал и «Вечера на хуторе близ Диканьки». У меня и спектакли были связаны с этим, и книги, и иллюстрации. У меня был и «Зербургский повесть», я иллюстрировал. То есть это все, гоголевская тема, занимает очень большой такой пласт моей жизни. Хотя у меня много сделано и детских книжек для детей, у меня сделана и классика по Салтыкову щедрину, у меня сделан и Распео, у меня сделан и Сервантес, у меня сделана масса вещей, которые связаны с классикой мировой литературы. Но эта гоголевская тема, она настолько мне родна, потому что я, родившись, и мои любые места центральной области России, где происходило как раз все действия Павла Ивановича Чичикова и его авантюра по поводу «Мертвых душ», это настолько мне близко, что я просто и пейзажи, и персонажей я черпал именно из той среды, которая меня окружала всегда. Хотя наповрение было немножко другое, но я считаю, что гоголевские персонажи, они среди нас сейчас продолжают жить, и чем они дольше будут жить, то они будут как бы и произведение «Мертвых душ» всегда будет вечно. Звучит язык великого классика, язык русской литературы со страниц книг. Оживают образы на иллюстрациях мастеров-художников, кричат о мертвых, пустых душах. Во имя того, чтобы души живые услышали и стали еще живее. С вами была программа «Русская культура. Истории О». Субтитры создавал DimaTorzok